Театр начинается с вешалки. Но в Руздраме все вешалки пустые. Такими останутся до 7 апреля. Распоряжением Кабинета Министров запрещены все массовые мероприятия. Поэтому в Театре Искандера пусто в кассе, пусто в холле. Но на сцене кое-что происходит. Посмотрим, что. А на сцене кровавая свадьба Лорки. Так много в Руздраме не репетировали еще ни один спектакль. Без сердца моего. И ты мертва. К чему вся глубина твоих зеркал? Кабинетам умрут сломать. Много времени на репетиции. Актеры лучших живутся в роли. Но в денежном эквиваленте никакой выгоды от этого не получат. Помимо оклада, артисты получают надбавку за каждый сыгранный спектакль за счет собранных от продажи билетов средств. За этот месяц они получат только свою фиксированную ставку. Невыход на сцену – это минус к заработной плате ежемесячной. Потому что мы платим не только ставку государственную. Это всего 13 тысяч рублей. Это смешно просто, да? Но мы еще платим актерам за выходы в спектаклях. И когда они много играют, за счет сборов, они получают надбавку и получается более-менее прилично. Сейчас у них в марте этого практически не будет. Все купленные, но не использованные билеты действительны. Когда карантин закончится, ими можно будет воспользоваться, рассказывает Ракли Хиндба. Мы перенесли спектакль «Приключения Буратино» с субботы 21 марта на субботу 11 апреля. Если все будет в порядке, то мы сыграем этот спектакль. Все билеты действительно, у нас возвратов практически не было. Этим наши зрители нас просто спасают. Потому что если нам пришлось бы возвращать деньги за проданные билеты, это подаровало бы и так непростое наше финансовое положение. Около миллиона рублей театр потеряет из-за ухода на карантин. Но при этом счета, например, за свет оплачивать придется. Руководство театра надеется, что этот вопрос все-таки государство им поможет решить. У меня на столе счет последний в сумме 90 тысяч рублей за потребленную электроэнергию. Но это госучреждение, оно должно отапливаться. У нас отопление на электричестве. И, естественно, это большие деньги. Но эти деньги нам никто не дает, не выделяет. И деньги мы должны сами заплатить из того, что мы зарабатываем. Конечно, если бы ей-то льготы в этом отношении были, мы о этом давно говорим, то это нам бы очень помогло. Особенно сейчас, когда мы просто вот реально без притока каких-либо средств просто должны выжить. Реально выжить, чтобы просто даже это здание сохранить в должном порядке. Даже в дни премьер, которые в Русдраме обычно проходят при полном аншлаге, собирается меньше людей, чем на среднестатистической абхазской свадьбе. Или встречи с избирателями, которые никто, судя по всему, отменять не намерен. По словам Ораклия Хин, Барус Драм не мог себе позволить пренебречь рекомендациями мировых экспертов власти Абхазии. Призвал бы наших граждан не преуменьшать серьезность этой ситуации. Это действительно очень серьезная ситуация. И те меры, которые сегодня в мире принимаются, они беспрецедентны абсолютно. Мы должны забыть о том, что о следовании традициям и думать все-таки о жизни и о здоровье людей. Потому что, не дай бог, если в Абхазии появятся случаи инфицирования, я боюсь, что это может очень сильно негативно иметь эффект в целом на состоянии здоровья в Абхазии. В кабинете директора театра мы увидели антисептик, антибактериальное мыло, витамины. Все для того, чтобы попытаться уберечь себя от заражения инфекцией. Мы производим дезинфекцию помещений. Каждому работнику театра выданы специальные растворы для дезинфицирования. Все поверхности регулярно мы протираем этим раствором. На сегодняшний день в Абхазии официально не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Но число заболевших в мире, что самое главное, в России растет. РФ закрывает все свои границы для въезда иностранных граждан. Поэтому большинство актеров Русдрама не смогут выехать на многочисленные фестивали, куда и они приглашены. Хотя половина этих мероприятий так уже отменена.